Приветствую вас дорогие друзья! Это третье видео из серии про мансарду. Напомню, что в предыдущих двух видео мы определили конструктивную схему, определили расчетную схему, собрали нагрузки, которые будут действовать на мансарду, посчитали данную раму в скаде и подобрали сечение всех элементов. Предыдущие два видео были немножко скучноваты, но сегодня все будет намного веселее, намного зрелищнее. Рассмотрим уже конструктив мансарды более детально, рассмотрим процесс монтажа данной мансарды. У нас имеется коробка дома, размеры 8 на 10 метров. Сразу хочу сделать небольшую ремарку, то что в видео будут присутствовать некоторые условности, что-то будет не показано. Первым делом укладываются балки перекрытия. Напомню, что по конструктивному расчету их сечение 70 на 250 миллиметров. Балки укладываются. Шаг балок ровно 1 метр. Я подобрал длину дома таким образом. Она у меня получилась 10 метров и 7 сантиметров, чтобы у меня шаг балок в каждом пролете имел одинаковый размер. После того, как балки закрепляются, можно приступать к настилу потолка. Потолок традиционно, самое такое простое решение, это когда два бруска 0,5 прибиваются к сбоку к балкам и уже на них укладывается либо какой-то листовой материал, либо доски. Расстояние в свету между балками 93 сантиметра. В пространстве между балками обычно укладывается утепитель для звукоизоляции первого этажа и мансардного этажа. Сбоку здесь имеется такая заглушечка, чтобы не было выветривания межбалочного пространства. После монтажа потолка, монтажа балок, монтируются стойки и обвязочные балки по этим стойкам. После того, как во время монтажа данных двух рядов стоек, они предварительно раскрепляются временными раскосами в двух плоскостях. То есть в плоскости мансарды и вдоль дома. Следующим шагом монтируются балки мансарды и боковые стропила. На данном этапе у нас обеспечивается жесткость мансардной рамы в поперечном направлении. Однако в продольном она у нас по-прежнему неустойчива. Монтировать данные элементы, вот конкретно балки мансарды и боковые стропила, можно по разным схемам. Можно параллельно, когда мы сначала монтируем в одном пролете все элементы. Можно последовательно, когда мы, к примеру, установили сначала все балки перекрытия мансарды, а потом устанавливаем все боковые стропила. Крепления элементов друг к другу тоже могут быть самые разные. Это могут быть обычные скобы с гвоздями, это могут быть деревянные накладки или металлические. Это могут быть и металлические зубчатые пластины МЗП. Это такие пластины, как ежики, которые кувалдой забиваются. Я рассматриваю именно поэлементную сборку мансарды, когда у нас она собирается из отдельных элементов. Есть вариант, когда у нас мансардные рамы собираются на земле или где-то на заводе полностью и приводятся в проектное положение с помощью крана и уже на месте закрепляются. То есть вариантов строительства на самом деле много. После того, как мы установили балки перекрытия мансарды и боковые стропилы, необходимо установить связи по стойкам. Это ветровые связи. Обычно деревянный раскос, который у нас распирает верхнюю точку. Именно ту точку, в уровне которой у нас установлены балки мансарды. Боковые стропила. После этого устанавливаются верхние стропила. Здесь не показана накладка в уровне конька. Для удобства монтажа может быть предусмотрена затяжка в середине, чтобы сколотить данные верхние стропила в паре на земле и уже поднять их наверх и на месте раскрепить. Дальше производится монтаж потолка мансарды. Точно таким же образом у меня показаны бруски. По краям прибиваются и между ними настилаются доски. Следующее, к чему приступаем, это монтаж каркаса для зашивки фронтона. Это так называемый фахверк. У меня в качестве стоек фахверка выступает доска размером 50 на 150 миллиметров, шагом примерно 600-700 миллиметров. Обратите внимание, что ребро стоек у меня повернуто именно во фронтон, чтобы наибольшая жесткость этих стоек была направлена по направлению к ветру. После того, как мы установили стойки, обозначили оконный проем. У нас оконный проем получился размером 100 метр 80 по длине и по высоте метр 20. После этого можно приступать к зашивке фронтона досками. Здесь в какой момент? Обязательно зашивать фронтон, желательно по крайней мере до монтажа обрешетки, чтобы выпустить доски за пределы стропил и потом пройти цепной пилой по стропилам и тем самым облегчить себе труд. Если же мы сначала смонтируем обрешетку, то нам придется каждую досточку, каждый угол подгонять уже по этой обрешетке. Фронтон зашивается досками горизонтально до балки перекрытия мансард. А вот этот верхний треугольничек уже зашивается досками, расположенными на вертикальном. Что касается вот этих трех треугольников, то я бы лично не стал здесь устанавливать какие-то дополнительные ребра опоры для досок. Да, здесь расстояние примерно метр тридцать, метр сорок, но на эти доски будет действовать только ветровое давление, даже если они у нас прогнутся, в этом нет ничего страшного. Это не живое помещение. Нам главное обеспечить жесткость именно в объеме мансарды. И выглядит фронтон примерно следующим образом. То есть до балки перекрытия доски идут горизонтально, а выше балки перекрытия доски идут вертикально. И теперь такой важный момент – это верхние связи. Поскольку у нас стойки упираются верхним своим концом в балку, которая в продольном направлении является достаточно гибкой, то необходимо сделать дополнительную связь в виде раскосов, которые вместе с двумя крайними балками перекрытия образуют своего рода ферму жесткости. И также необходимо установить раскос, который бы распирал верхнюю часть стропил. Данная компоновка связи является классической, но если мы зашиваем перекрытие мансарды каким-то жестким листовым материалом, то он представляет собой диафрагму жесткости, и в этом случае нам нет необходимости вот в этих вот раскосах. Что касается связи, то здесь есть еще один момент. Если у нас дом был бы полностью каркасным, то нам необходимо было установить связи и в перекрытии первого этажа. Но поскольку у нас дом газобетонный, и само собой разумеется, что здесь будет железобетонный пояс жесткости в верхней части, то нам связи в перекрытии первого этажа делать не надо. И такой момент. Связи жесткости в стропилах. Их тоже в ряде случаев надо предусматривать. Если у нас в качестве кровли будет выступать жесткий листовой материал, например, металлочерепица или профнастил, то делать связи в стропилах нам не надо, потому что эти жесткие листы сами будут как связь. Но если мы монтируем, например, сюда шифер, под него обрешетка идет шагом 75 сантиметров, и, как правило, по деревенский шифер прибивается один лист с четырьмя гвоздями, то рассматривать такое покрытие как диафрагму жесткости нельзя ни в коем случае. И в этом варианте необходимо также сделать из двух крайних блоков жесткие ферму. То есть поставить раскосы в уровне боковых стропил с крайних пролетов, с этого пролета и с вот этого пролета, и сделать решетку в уровне верхних стропил. Вот это вот вкратце про конструктив. Если будут какие-то вопросы по конструктиву, то пишите в комментариях. Постараюсь на все ответить. И переходим ко второй интересной части. Это планировка мансарды. Я хотел не просто показать конструктив, а рассмотреть его в контексте объемно-планировочного решения. Ведь дом нам нужен для какой цели? Для того, чтобы там проживали люди. И сейчас в этом контексте немного поговорим. Самое главное, что следует постоянно держать в уме, это лестница. Она у меня представлена следующим образом. Это угловая лестница с поворотной частью, три забежных ступеньки. И обратите внимание, у меня верхний марш располагается в аккурат между балок. Когда в предыдущем ролике я сказал, что сделал шаг между балками умышленно один метр, я как раз имел ввиду расположение лестницы. Потому что если бы у нас шаг балок был бы, скажем, 500 миллиметров, 600-700, нам для того, чтобы корректно разместить лестницу, пришлось бы разрезать одну из балок. И делать тут какие-то дополнительные ребра, дополнительные балки, утяжелять, усложнять конструкцию перекрытия. Поэтому я сделал шаг между балками один метр. Расстояние между ними цвету 93 сантиметра. Лестница выглядит примерно вот следующим образом. Вот примерно точно такая же, как у меня на модель. Идут несколько рядовых ступенек, забежные ступеньки поворачивают направление движения на 90 градусов, и идет основной марш рядовыми ступеньками. Теперь отделка мансарда. Я на отделку уделил пространство 150 миллиметров сбоку, 150 миллиметров с фронтона и 150 миллиметров от пола. Если включить конструкцию фахверка и показать стойки, то мы видим, что у нас данная отделка, она идет по этим стойкам. Традиционно утеплитель устраивается между стоек, зашивается внешняя сторона, зашивается внутренняя сторона, и некоторые выполняют чистовую отделку прямо под данным стойкам, по данному фактору. Я бы не рекомендовал это делать. Потому что в процессе строительства, когда вы закончите все черновые работы, подошьете потолок, настелите черновые полы, закончите кровлю, у вас все мансардные рамы, они будут деформироваться по-разному. К примеру, крайняя мансардная рама, как наименее нагруженная, она будет деформироваться мало, средние рамы будут деформироваться больше. Если над какой-то из рамы будет стоять перегородка в мансарде, то эта рама деформируется еще больше. И все эти стойки, все балки перекрытия мансарды, они будут немножко гулять относительно друг друга. Если вы прям по ним сделаете чистовую отделку, то у вас, скажем так, стены будут немножко кривоватенькие. Поэтому я специально уделил дополнительное пространство для чистовой отделки. Это может быть либо гипсокартон, либо какие-то панели, либо вагонка. В общем, все что угодно. Лестница располагается вот так. И здесь, в этой части, имеется такой вот небольшой скос. Он нужен нам для того, чтобы не долбиться головой об стену мансарды. Вообще, это нормальное такое конструктивное решение. Расстояние от вот этой вот ступеньки до суда метр восемьдесят. В общем, человек спокойно пройдет. У меня у друга двухэтажный дом, так там вот это расстояние еще меньше, а лестница еще компактнее. И по такой лестнице нормально ходить. Не скажу, что она прям чересчур удобная, но ходить можно. Еще такой момент. Не стоит зажимать пространство для лестницы. Потому что я не вижу смысла, когда люди, к примеру, экономят пространство за счет лестницы. При этом получается сэкономить там какой-то считанный квадратный метр, максимум два квадратных метра. И лестница получается убогая, тесная, зажатая, с высокими неудобными ступенями, по ней неудобно ходить. В общем, на лестнице, на лестничной нише экономить не надо. Потому что лестница, она вообще задает настроение всего дома. Это один из центральных конструктивных элементов во всем доме. Поэтому делаем ее достаточно такой просторной. У меня ширина марша примерно 90 сантиметров. Угол подъема, ну, меньше 45 градусов, примерно градусов 40. Так, сейчас я все обратно включу. Размеры мансарды в чистоте получаются примерно 5,40 на 9,47, по-моему. Да, 9,47. И теперь разместим перегородки. Вот это классическое такое объемно-планировочное решение. Мне оно очень нравится. Здесь у нас располагается санузел. Вообще, если в доме несколько этажей, то обязательно делать санузел на каждом этаже. Размеры санузла 1,70 на 2,20. Под эти размеры можно подобрать типовую схему санузла, где компонуются ванна, раковина и унитаз. Данная вот стена со стороны лестницы у меня имеет ширину 300 миллиметров, для того, чтобы здесь можно было разместить вентилекционные каналы. Большой просторный холл площадью примерно 8-9 квадратных метров и две большие просторные спальни. Это хозяйская спальня почти 20 квадратных метров. Здесь можно свободно разместить большую двухспальную кровать, поставить кучу шкафов, комодов и при этом останется место для занятий йогой. Это спальня для проживания одного члена семьи или для проживания двух однополых детей. Если дети разнополые, мальчик и девочка, то надо им предусматривать отдельные спальни. Как видите, получились довольно-таки просторные помещения. И я считаю данное решение наиболее таким оптимальным. Некоторые... Вот на ютубе есть один мастер казематного проектирования, который любит делать клетушечки по 8 квадратных метров, у которого коридоры по одному квадратному метру, в которые при этом выходят три двери, которые открываются наружу. В общем, я не люблю такие клинические случаи. Лучше сделать все попросторней, посвободней. Холл в районе 8-9 квадратных метров. Здесь можно разместить или сушилку для белья, поставить гладилку, поставить цветы, какой-то столик. Еще один такой момент. Оконные дверные проемы мансарди, они находятся на одной линии. Видите, просвечиваются. И если поставить двери со светопрозрачным заполнением, с каким-то там матовым стеклом, то у нас мы получим автоматически естественное освещение в поле. Будет немножко освещаться лестница. Это, опять же, плюс. Ну, если кому-то жалко отдавать такую площадь для холла, то можно сделать такую вот кладовочку. Площадью почти 5 квадратных метров. Кладовку, я не знаю, какой-то склад. В общем, подсобное помещение. Коридор у нас получится в этом случае шириной метр двадцать. Нормальная ширина и тоже допустимый вариант. Если же вам надо на мансарде сделать три спальни, в общем, вам жалко делать две большие спальни, то я здесь накидал три варианта. Вот это первый вариант, когда у нас две больших спальни, небольшой холл-санузел. Вот я вот чисто за этот вариант двумя руками и ногами. Этот вариант складовка. И вот третий вариант. Тогда мы делаем две спальни вместо одной большой. Площадь у нас каждой спальни примерно по 8 квадратных метров. Здесь в нише расположится шкаф-купе. Вдоль длинной стороны комнаты будет расположена односпальная кровать и какой-то в углу небольшой столик. Ну, в общем, это карцер. Сколько места. Кроме как поспать, в этих спальнях ничего нельзя будет делать. В общем, я придерживаюсь вот этого вот варианта. Ну, что еще не сказал? А, толщина. Перегородок у меня 200 миллиметров. То есть все размеры под отделку я взял с таким хорошим запасом. 200 миллиметров. Это можно воткнуть перегородочный профиль 100 миллиметров. Два листа гипсокартона с каждой стороны. И получим хороший жесткий звуконепроницаемый перегородок. Высота мансарды, если сейчас включить балки мансарды, 2,36. То есть под отделку потолка я также взял 15 сантиметров. Ну, вот на этом, наверное, все. Что еще не сказал? В общем, спрашивайте в комментариях, если что-то непонятно. Сейчас все включу. У меня какая идея? Я выдвигаю вам на рассмотрение одну идею, чтобы в следующем видео рассмотреть объемно-планировочное решение всего дома. Включая первый этаж. Вот чисто посвятить отдельное видео архитектуре. Поговорить о тонкостях, о планировке. На ютубе вообще много различных каналов, где говорится о планировке. Я посмотрел разные видео. Ну, как-то грустно становится. Потому что даже элементарные прописные истины, которые знает любой строитель, они нарушаются. В общем, ошибок много. Я не говорю, что у меня прям тут все идеально. Может быть, где-то тоже накосячил. Это порядки вещей, я считаю. Ну что, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если что-то непонятно, спрашивайте. В общем, благодарю за внимание. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока.